всем привет с вами алексей 14 мая 2021 харьков украина смотрите потеплело очень хорошо потеплело температура уже и ночью выше 10 где-то 12 13 градусов днем вот сейчас уже 20 градусов то есть великолепно и я провел обработки на своих небольших участках максимально приближенных дачным и вот сейчас я вам расскажу о об 3 важной важнейшей обработки которую нужно провести особенно это касается молодых растений фундука и также плодовых деревьев кустарников да и в принципе всего остального такое то не универсально такая 3 обработка значит смотрите потеплело встаем с утра допустим либо вечером чтобы не было ветра чтобы не было солнца да понятно чтобы смесь впиталась если дождь будет там через 2-3 часа это не страшно тем препаратам которые я вам сейчас покажу итак давайте начнем с того чем я обработал обработал сегодня препаратом скор сингентовским швейцария производства делал баковую смесь значит скор у нас работает при более теплых температурах что как раз сейчас есть если бы было холодно я бы обработал как ранее до этого две обработки делал хорусом скор значит на 10 литров я брал пакетик скоро и пакетик прованта профи или прованта вернал добавлял называется баковая смесь чтобы не делать два опрыскивания сделал одно опрыскивание и делаю такую постоянно и все будет хорошо и так у нас две первых обработки были сделаны у меня хорусом теперь будет парочку скором значит хорус мы когда должны с вами делать значит по фундуку зеленый конус как только почка треснула и показалось уже зелененькая и каждые две недели приблизительно потом 10-14 дней проводим эту обработку если потеплело хоть немного там какие-то жуки пауки грызущие сосущие мы добавляем препараты вот такого плана типа энджио прованта и так далее главное чтобы они были совместимы то есть можно брать одной фирмы фирмы и смотреть от каких вредителей они есть и так значит сделали хорус если для плодовых растений деревьев кустарников то значит тоже зеленый конус потом до цветения вот как только начинается цветение и можно после цветения как раз сейчас цветение заканчивается и можно работать препаратом уже скоро на препарате хорус написано что не токсичный для бджил поэтому если там что-то цветение уже допустим заканчивается но еще пару цветов осталось я думаю можно побрызгать ничего страшного не будет также можно чередовать с ними препарат медианное экстра производства польша ну как бы насколько я понял здесь уже идет расфасовка тоже только оригинал надо брать это я вам неоднократно говорил об этом обязательно то есть берем медиан экстру и можно допустим два раза хорусом потом медиан экстра потом скор соответственно две недели проходит потом опять медиан экстра и потом завершить опять допустим скором который для более теплых температур если холодно значит можно воспользоваться хорусом у хоруса до 4 обработок разрешено если какие-то у вас допустим клубника виноград то концентрацию этих препаратов надо готовить отдельно раствор и увеличивать дозы по инструкции даже в четыре раза поэтому будьте внимательны если вы просто обработаете хорусом или скором полунициум ничего у вас может не получиться так хорошо с этим определились теперь следующая обработка у меня будет либо скором и добавлю туда энджио если будет тепло если будет по прохладнее могу медиан экстру и добавить туда либо энджио либо прованта я добавляю не столько от грызущих сосущих прованта энджио сколько от долгоносика так как у меня кусты уже есть взрослые и дают орех то конечно мне надо защититься от этого очень страшного врага и соответственно если у вас допустим нету долгоносика вы просто от грызущих сосущих особенно на молодых растениях так как на взрослых растениях грызущие сосущие сильно большого вреда могут и не нанести в общем рекомендую вот такие обработки уже все это проверено все это в свое время мне технологи советовали сингентов ски я потом под под себя уже усовершенствовал смотрю по ситуации но это конечно же уже потом с опытом приходит но пока вот эти вот четыре минимальные обработки ранней весной я вам очень сильно рекомендую потому что что будет без обработок я вам покажу у меня есть растения допустим там которые либо не обрабатываются либо обрабатываются ну так немного скажем так и мы посмотрим с вами результаты к чему это приводит теперь в пару слов остановлюсь значит про четвертую обработку вам обязательно сделаю видео теперь давайте пару слов расскажу о том что уже надо было сделать на участке теперь давайте больше все-таки о фундуке поговорим о молодых растениях тот тех кто купил у меня либо не у меня у кого молодые растения год два три и так далее у кого отводки можно было отводки под пригнуть к земле но не пригибать до конца у меня еще под пригнуты буквально на днях вот сейчас уже угроза заморозков миномал миновала и мы уже займемся этим вопросом соответственно я буду уже пригибать отводки до до земли делать уже как бы траншею канаву и туда уже их пригибать полностью но пока еще не засыпать я думаю это понятно не сложно теперь можно проводить в принципе по совету сергея триапоники обрезку подрезку фундука да 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 именно сейчас не ранее весной не февраль окна а именно сейчас растения вегетируют сок пошел растение живое именно сейчас можно проводить подрезки и обрезки ну как минимум щадящие это точно если это касается трапезунда и других южных растений то возможно даже подрезка слабых особенно растений возможно подрезка на нижнюю почку чтобы вывести из нее хороший паган которому не страшны будут весенние заморозки обратные к из-за которых происходит подмерзание комбиального слоя об этом будет видео скоро я надеюсь на моем канале все подробно расскажу скоро это уже можно делать так как в моем регионе заморозка уже ну не будет скорее всего так как критическая дата это 20 мая но я смотрю по прогнозам заморозков не намечается больше значит по поводу подкормок надо дать азотную подкормку особенно хорошо под дожди карбамид допустим вы просыпаете его прямо под растение там не надо сильно много там же менее небольшую вокруг аккуратненько просыпали с дождями этот карбамид заходит землю работает долго до аммиачная селитра можно она частично работает быстро вторая частью работает дольше тоже как вариант хорошо она больше подходит для холодных температур ну с азотными тоже спешить сильно не надо чтобы растение не сильно спешила вегетировать и не попала под возвратные заморозки скажем так ну что продолжаю обработку раз в неделю опрыскивания вот таким препаратом гумат калия и такая же баклажка есть микроэлементы это улучшает иммунитет растения улучшает всасывание питательных веществ значит 100 миллилитров на 10 литров воды 100 миллилитров вот такого допустим гумат калия и жменя карбамидика туда для лучшей усвояемости для скорости введения в растения вот такая тема то есть раз в неделю гуматом раз в неделю набором микроэлементов очень недорого получается концентрат ну кому интересно там фирма называется пкм стимул в интернете я думаю они есть можете найти вот сайт даже есть даби-даби-даби хуматик точка ком точка ю эй срок ранения не ограничены в теплом помещении вот эти баклажки уже наверно третий год уже получается работаю и как видим еще пол баклажки есть хотя объема у меня ну как бы там уже достаточно приличники так ну и трава так называемый пыри который стелется тоже побрызгал надо было чуть раньше я призвал другим препаратом один не сработал один сработал и купила такой недорогой фирма агромакси ликвидатор называется что-то не сильно дорого он стоил развел на 8 литров тоже опрыскивательным побрызгал это все делается после дождя по когда лист уже вот подсох на земля еще влажно и просто проходите и со временем бурьяны желтеют и отмирают с теми бурьянами с которыми тяжело очень бороться а при это один из таких бурьянов его надо многократно перекапывать и так далее так как я землю не перекапываю перекапываю только те участки которые мне необходимы то там где растет пырей не проще побрызгать также это все перед домом перед гаражами везде где косой неудобно подойти везде прохожусь вот таким вот средством и очень хорошо помогает в общем следим за растениями все как всегда мульча и если все будем выполнять все будет хорошо хотя не так все гладко есть и жалобы и у меня в этом году не все сладенько получилось некоторыми растениями по приживаемости я сделаю ближайшее время для вас очень интересное видео я думаю вам будет очень интересно так ну конечно же кому понравилось можете поставить лайк этому видео если оно было полезно подпишитесь пожалуйста на канал сегодня подписали только обязательно со звенящим колокольчиком чтобы получать все уведомления с этого канала напишите комментарий если кому-то что-то непонятно либо как вы обрабатываете может вы сторонник биотехнологии у вас все уже био это прекрасно к этому будем стремиться но пока пока так и все будем прощаться всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова и всем пока ко мне чтобы люблю